Как всегда, новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Александр Лупиненко, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и Гомельской области и познакомлюсь с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, прогнозируется небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ветер восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. Картинная галерея Гавриила Ващенко предлагает заглянуть в тайну создания анимации. До 10 мая там работает выставка «Плей. История мультфильмов». Сегодня мультфильмы создаются в основном с помощью компьютерной графики, и посмотреть их можно на любом гаджете. А когда-то для их просмотра использовались разные приборы и устройства. Как раз с ними можно познакомиться на этой выставке. Также гости галереи смогут полистать комиксы, посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века, примерить уши Микки Мауса в фотозоне. А тем, кто умеет смеяться над собой, предложат посетить уголок кривых зеркал. В картинной галереи Гавриила Ващенко открыта выставка творческих работ под названием «Я художник. Я так вижу». Этот проект – хороший шанс, заявите себе. Его участниками стали жители областного центра и Гомельской области. Несмотря на то, что экспозиция уже открыта, каждый желающий еще может представить свои картины, скульптуры, рисунки и фотографии. Возраст участника и уровень профессиональной подготовки совершенно не имеют значения. И в продолжение темы. Картинная галерея Гавриила Ващенко предлагает гомельчанам стать участниками нового актуального проекта «Один на один с искусством». Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи время посещения выставок на определенный час, а галерея обеспечит отсутствие других посетителей в здании в это время. Информацию о том, где и как оставить заявку на индивидуальную экскурсию, можно найти на сайте галереи и в социальных сетях. А посетители дворца Румянцевых и Паскевичей еще могут познакомиться с выставочным проектом «Без срока давности». Он посвящен 75-летию Великой Победы и объединяет труд музеев разных стран. Внимание, у гостей музея представлены подлинные экспонаты. Они хранятся в фондах музея-дворца. Также частью экспозиции стали фотографии о деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Материалы выставки расскажут посетителям о том, как шло возвращение имен неизвестным героям. К 75-летию Великой Победы писатели Гомельщины готовят поэтический проект. Его частью станут стихи о героизме народа, трагизме событий Великой Отечественной войны и ценности мира. Авторам предлагается записать на видео свое произведение в собственном исполнении. Затем стихи будут размещены на сайте библиотеки имени Ленина. В итоге получится своего рода лента памяти. Проект стартует в День работников радио, телевидения и связи 7 мая. К следующим новостям. Функция исчезающих сообщений доступна в секретных чатах Viber. Но уже совсем скоро она заработает и в обычной переписке. Любой пользователь сможет установить таймер для отправленного сообщения на несколько секунд, минут, часов или дней. Автоматический отсчет времени будет запущен сразу после того, как получатель увидит сообщение. Так мессенджер становится еще на шаг ближе к званию самой безопасной платформы для общения. А в Instagram обычные фотографии теперь можно преобразовать в трехмерные анимированные изображения. Новый алгоритм довольно качественно отделяет объекты от фона и дорисовывает новые участки на заднем плане. Новинка работает с помощью нейросети, пока у программы одно неудобство. Она сбрасывает конфигурацию каждые 12 часов. Поэтому настройки нужно вносить заново. Зато в итоге обычные фотографии превращаются в трехмерные с реалистично дорисованным фоном на фотоснимке. Далее немного о питомцах, домашних и не очень. Медведь. Животное непредсказуемое в условиях дикой природы. Но известны случаи его крепкой дружбы с человеком. Маленького медвежонка летчик нашел на аэродроме пять лет назад. За это время дикий малыш стал дружелюбным питомцем. Хозяин выложил в сеть интересные видео, как кормит яблоками своего бурого медведя. Зверь аккуратно откусывает лакомство небольшими кусочками прямо из рук. Причем делает это с удивительной интеллигентностью. Вот такое благородное воспитание. Впрочем, смотрите сами. Канарейка с модной прической стала популярной в сети благодаря пышному хохолку на голове. Такой хохолок весьма необычен по размеру и форме. У этого пернатого есть свой профиль в инстаграм. И по записям на странице можно понять, что канарейка без ума от своего хозяина. И ей нравится петь и греться на солнышке. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как кошки, находясь на большом расстоянии от дома, находят обратную дорогу? На эту тему есть немало гипотез, многие из которых, тем не менее, подтвердили свою несостоятельность. Ученые предполагают, что кошка ориентируется в пространстве при помощи особого считывания магнитного поля Земли. Для подтверждения этой гипотезы был проведен эксперимент. При помощи специальных магнитов животных запутывали, и те все-таки сбивались с пути. Но даже эти результаты не смогли ответить на вопросы зоологов о том, как же работает механизм поиска. Ведь у кошек есть свои секреты возвращения домой, как бы далеко они не заходили. Пять туров. Пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команда школьников из Гомельской области борется за победу в интеллектуальной викторине «Эрудит пятерка». Проект призван найти знающих, инициативных и находчивых ребят. Их эрудиция удивит не только сверстников, но и взрослых. Ведущий программы Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям в 12 часов 15 минут. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе глазами подростков. Авторы передачи задались целью воспитания и образования детей и юношей. Проект выполняет развивающую, образовательную и развлекательную функции. Он направлен на развитие нравственности, общечеловеческих ценностей, поддержание качественного, интеллектуального и культурного уровня молодежи. Целевая аудитория – дети от 10 до 16 лет. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12 часов 40 минут. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в понедельник в 19 часов 20 минут. Номер телефона прямого эфира – 34 00 43. И напоследок немного красочного. В горах Тайханшань расположена цветная деревня. Такое название она получила из-за того, что все дома были покрашены в яркие цвета. Это было сделано с развитием туризма несколько лет назад. Предлагаем насладиться видами яркой деревни. Я, Александр Лупиненко, напоминаю, что сегодня День труда – праздник весны, который отмечается во многих странах мира именно 1 мая. Значит, у большинства сегодня дополнительный выходной, который наверняка пройдет в деревнях и на дачах. Ведь начался огородный сезон. Так или иначе, желаю всем весеннего настроения. Это был «Утренний фреш». Увидимся на следующей неделе.